Ребята, всем привет! Сегодня тема будет очень пикантная. Пожалуйста, мужчины не слушайте, а вот женщинам и девушкам, если хотите, оставайтесь, потому что я хочу вам рассказать то, что вчера произошло со мной. Это было ужас. Я, короче, это первый раз в моей жизни, что со мной такое случилось. Я обожла себе грудь. Именно не грудь, а именно внизу. У меня такие волдыри, я просто не хочу показывать. Красные вот это. Красные, красные. Волдыри такие. Ой, девочки, ой, девочки. Я вчера здесь отработала 6 часов. Потом мне надо было убрать одну квартиру 4 часа. И мне, конечно, не сидело ни одну минуту. И я убирала, конечно же, одела лифон. Как мы любим. Знаете? От того, что жарко, почти 40 градусов, я 4 часа работала и даже не могла остановиться, потому что я знаю, что люди хорошо платьют. Мне даже неудобно остановиться. И я это всё сделала. Но когда закончила, я чувствовала, что я не могу руки вот просто вот так сделать. Боже, я не смогла руки. Я сначала не понимала, что со мной. Вообще не понимала, что со мной творится. Не могла осмотреть, пока домой не пришла. Когда пришла домой, мои хорошие. Когда пришла домой, не могу снять. У меня так болит, как будто кто-то меня кипятком облил. Еле сняла. Пошла в ванну. Как увидела, я испугалась просто. Валдыри красные. Внизу вот такие красные девочки. Я испугалась, честно. Зашла в душ. Позвала мужа, говорю, господи, посмотри, что со мной творится. У меня, наверное, сбор этих гормонов сейчас. Все люди знают, это нормально, 49 лет. И врач мне сказал, если и до года, вот как есть, так и пойдёт. Ничего не будет, ну вы поняли. То, конечно, будет у тебя вес набираться. А потом, если ничего не будет, уже будет другая, ну вторая степень уже этого. Уже по-другому будет. А если будет 9-10 месяцев и обратно пойдёт, это опять начинать всё начало. Это бессонные ночи, это истерики, это нервы. Это, не знаю, это ужасно. И я думаю, что я, если сказать, что на меня маленькая, нет, на меня нормально. Просто я работаю и, видимо, надо по такой жире не одевать больше это. Одевать что-то такое вообще, что не чувствуешь. Раньше, ладно, молодые были, хотели одеть вот эти, чтобы побольше было или что. А сейчас мне всё равно, ни за кем я не бегаю, ни за кем я не смотрю. Муж когда увидел, говорит, ты чё, что-то творится, ты шо обожглась? И я говорю, как на ожог похож. Он говорит, намажь не верю. Блин, я намазала, не верю, ещё хуже. Говорю, ты чё, ты и обратно зашла. Смыла это. А между ляжками тоже штрётся. Когда одеваешь штаны, жарко. И ничего. Когда одеваешь шорты, трутся, блин, понимаете? Я не знаю, что одеть. Может, мне одеть какие-то лосины до коленей такие тоненькие. Короче, что меня спасло? Я вам хочу рассказать, чтобы вы знали. Потому что ночью я не могла спать. Я легла в постель где-то в восемь с чем-то. Заснула час. И после этого я не могла заснуть. Короче, намазала вот шариковые дезодоранты с гелем. Мы каждое утро мажем подмышками. И идём на работу. Взяла вот этот шариковый гель, девочки. Намазала вот именно между ляжками. Чтоб не когда-то в тот же облегчение. И намазала тоже вот именно где обожжённое. Вот именно обожжённое. Не натерто. Нет, не натерто. А именно как обожжённое. Понимаете? Не могу показывать. Вот надо мне телеграм-канал сделать. Хотя тоже боюсь там показывать. Зайдут наши соседи, будут вылаживать где-то. Хотя у меня есть телеграм-канал. Надо ссылку как-то поставить. Там называется Алина и Беляш. Да. В общем, мои хорошие. Эти шарики дезодорантом я намазала туда. Но имею в виду вот эти балдоричи. Спустились. И сразу легче стона. Чтоб вы знали. Если не дай бог там у вас где-то натирается между ляжками. Ещё что-то такое случается. Берите вот этот гель шариковый дезодорант. Что мажут не вея. Тоже не вея. Но только шариковый дезодорант. Гелевый. Не крем. А именно это. И вот это мажешь. Сразу облегчение такое. И на весь день. Не только раз надо сто раз мазать. Нет. Вот я намазала. Как будто там ничего нет. Подхожу к зеркалу. Смотрю. Вот посмотрите. Вот такое красное. И невозможно тронуть. Но из-за того, что этим гелем намазала. Не чувствуется боли. Ничего. Но постараюсь я эти два дня ходить без ничего. Только в одной кофточке. Вот так. Спина у меня открыта. Не хочу показывать. Но у меня спина вот так открыта полностью. Чтоб дышала. Да. Это специальная майка. Сейчас, если я могу, покажу. Не. Лучше нет. Потому что не хочу. И стыдно. Ну, короче. Спина открыта. Вот так спина открыта. Вот так. Полностью. В общем, вот такие дела. Сегодня после этой работы у меня всего лишь два часа отработка. И пойду домой. Потом пойду вот именно по магазинам и куплю себе именно такую дорогую и нежную такую, чтобы не чувствовать на лето именно. Вот дрында я. Надо было на лето, да, что-то. Хотя на лето у меня есть, но просто я поправилась и вот тут не сходится. На лето что-то себе куплю. И что-то куплю, наверное, лосины короткие. И буду ходить так, потому что пока ловят вес у меня уберется. Вот такие дела мои хорошие. Извините. Не судите. Но вот этот сегодня я хотела вам сказать, потому что вот такое случилось у меня. Просто хотела с вами поделиться, что если, не дай бог, у вас такое, то мажьте вот этим гелем. И тут же боль исчезает. И сразу легче становится. А вы знаете, как у меня ночью тело вот так делало-делало? Коты как чувствовали, беляш мявкал, разговаривал со мной. Я не знала, что мои иконы разговорчивые. Мя-мя-мя. 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 Мя-мя. Мя-мя-мя. Вот так. Видите, что лео со мной спит, прогонял лео. Лег возле меня, ложился вот так, как бы пожалел меня. Бедный. Вот такие дела. Люблю вас, целую. Всем пока-пока, мои сонные глаза, когда это все пройдет. Отпуск возьму, наверное, поеду куда-нибудь, где холодно, чтобы выспаться, девочки. Когда не высыпаешься, это ужасно. Это ужасно и все раздражает. Всем пока-пока.